Здравствуйте! Представить в программе наши тесты исследования характеристик покупательских товарных корзинок, конечно, будет небольшим преувеличением. Где-то даже похожим на издевательство, но тем не менее в таком подходе что-то есть. Ведь говоря о такой функциональной штуке, никому не приходит в голову обсуждать ее дизайн или говорить об управляемости. Речь идет о двух моментах. Во-первых, о ее вместительности, об удобстве, о функциональности и о том, насколько легко этой тележкой управлять в рамках парковки около супермаркета. Конечно, когда такой подход применителен относительно продовольственной тележки этой сумки на колесах, то он выглядит более-менее объективным. А когда мы вместо тележек подставляем машину, то вроде бы как не совсем. Но тем не менее, ведь есть же машины, на которые возложена именно эта функция. Но правда, жизнь не в том, что есть автомобили, которые мы выбираем точно так же, как продовольственные тележки. Дизайн для этих машин скрадывает более прозаическое название – габаритные размеры. По роскоши и комфорту они в состоянии конкурировать вот с этим вот аппаратом. Ну, конечно, при известной доле преувеличения. И главное их достоинство – это, пожалуй, вместительность и дешевизна. Вот о таких машинах мы сегодня и поговорим. Только слово «тележка» применительно к нашим сегодняшним автомобилям не стоит воспринимать как оскорбление. В нашем случае это лишь констатация факта. Ни BID F3, ни Джили МК не выбирают владельцы для того, чтобы подчеркнуть свой статус или из-за каких-то дизайнерских изысков. Выбор идет в первую очередь из-за цены этих машин. Она достаточно привлекательна – чуть меньше 300 тысяч рублей. BID F3. Начнем, пожалуй, с него. Кто-то же должен быть первым в нашем тесте. Предрассудков, каких-то стереотипов у меня, во всяком случае, сейчас нет. Я не могу сказать, что к китайским автомобилям у меня отношения абсолютно спокойные, абсолютно нейтральные. Очень много про них слышал, очень много про них чувствовал сам. Да и здесь есть, конечно, на что обратить внимание. Вот так вот заботливо прикрепленная штучка, которая будет хлопать водителя по крыше, напоминая ему о соблюдении скоростного режима. Интересы ради, взглянем на одометр. Так, 621 километр – немного. Хочется спросить, а что же здесь отвалится, когда эта цифра будет хотя бы на один нолик побольше. Но вопрос такой я задавать не буду. Мы договорились относиться к автомобилям без предрассудков и не обращая внимания на стереотипы. И сегодня я этого делать не буду. Нет, честно говоря, ни времени, ни настроения не глумиться, не стебаться. Хотя вот эта штука дает наивным покупателям возможность предположить, что автомобиль BID F3 оснащены модной сейчас системой карту Car Communication, общающийся с другими участниками дорожного движения без участия водителя и предоставляющий водителю информацию о том, что и где сейчас происходит на дорогах вокруг него. Но для этого здесь не хватает информационного дисплея, и, скорее всего, эта штука из области того, что сотворил как-то старик Хатабыч для Вольки. Телефон, который внешне был похож на телефон, но, к сожалению, никуда позвонить не смог. В какой-то степени BID F3 – это такой же телефон, но звонить он, правда, может. Здесь есть двигатель, коробка передач, тормоза и все то, что необходимо для некоего агрегата, чтобы превратить его в автомобиль, который, в принципе, в состоянии участвовать в дорожном движении. И этот автомобиль в состоянии, то есть он может позвонить по номерам. И задача нашего сегодняшнего теста – понять, правильно ли он их набирает и дозванивается ли он туда, куда собирается позвонить, ну, или в нашем случае доехать их владелец. В принципе, перед нами типичный представитель китайского автопрома. В хорошем смысле этого слова. Его название, правда, не совсем привычно для русского языка. У нас ведь все автомобильные марки, в которых есть три буквы, одна из которых гласная, произносятся слитно. Ну, ВАЗ или ГАЗ. Поэтому и БИД многие будут называть. То ли БУД, то ли БАД, то ли как-то еще. Но, тем не менее, не будем догадываться об этимологии происхождения такого названия. У нас есть сегодня чем заняться. Зазоры и все кузовные панели на этом автомобиле, конечно, могут удивить сторонника европейского автопрома. Но пусть такой сторонник ответит на вопрос в тот момент, когда он будет ходить с линейкой или циркулем, измеряя, насколько больше или меньше становятся зазоры вдоль всей кузовной детали. Вопрос этот очень простой. А что из европейского автопрома предлагается за такие деньги при таком наборе аксессуаров? Все-таки и европейцы, и наши производители, да все, в общем, привыкли за такое оборудование просить несколько большие цифры. А наворотов тут, скажем прямо, немало. Это и литые диски, и кожаный салон, и даже датчики парковки, которые немножко, правда, удивляют своим количеством. Их тут всего два. То есть угловая зона в этот момент ничем не защищена от возможных препятствий. Чем вызвана такая интересная концепция расположения датчиков парковки? То ли тем, что центральная часть бампера здесь сильно дороже, чем боковые, то ли ощущением того, что в зеркала здесь все достаточно хорошо видно, и дополнительные навороты здесь не нужны. Но это оставим на потом. Мы потом проведем исследование того, что здесь сколько стоит, и как, хорошо или плохо, видно все через салонное зеркало. На связке два ключа, одним из которых можно открыть багажник. Циничные люди, которые участвуют вместе со мной в съемках, предположили, что один из них на тот случай, если он как раз в замке багажника и сломается, чтобы можно было второй все-таки вставить в замок зажигания. Но мы договорились без цинизма и без иронии. Поэтому попробуем продолжить. Продолжать, правда, возможно, придется не один раз. Вспоминая гениального актера Миронова, который легким движением руки пытался превратить брюки в элегантные шорты. Но продолжение мы начнем с другого автомобиля, чтобы потом на всех месте проверить, как эта концепция, как эта философия автомобиля из Поднебесной ведет себя в виде целого организма на дороге. А сейчас у нас впереди другая машина. Вот перед нами еще один представитель автопрома из Китая, что сразу наводит на размышления, ключ здесь один. То ли второй уже потеряли, то ли здесь просто гораздо надежнее система открывания дверей. Но дело не в этом. Нужно смотреть на этот автомобиль, наверное, одним глазом. Чтобы не заметить очевидную вещь, дизайнеры этого автомобиля заморочились над тем, чтобы придать его внешности некой экстравагантности. Здесь приходит на ум пример из художественной области. Наверное, знаете, как появилось движение импрессионизма. Так вот, даже в те времена, когда оно еще не было принято и признано, великие мастера, великие художники говорили, что для того, чтобы вылить ведро краски на холст и считать это произведением искусства, для начала нужно освоить хотя бы ремесло, освоить классическим способом нанесения краски на холст, для того, чтобы считать себя импрессионистом. Но, тем не менее, очевидных придирок к этому автомобилю нет. Есть, правда, желание обратить внимание на некоторые особенности такой машины. При открытой двери начинают мигать поворотники, чтобы все окружающие заметили, что что-то с этой машиной не так. Хотя, что говорится, узнаю брата Федю. Молдинги здесь пока еще не отваливаются. Чтобы закрывать двери на этом автомобиле с первого раза, но при этом не сильно громко, нужно тренировать дыхательную китайскую гимнастику. Нужно концентрироваться и придавать ей именно то усилие, которое будет для нее достаточным. С зазорами между разными кузовными деталями здесь ситуация та же. Хотя, на что еще обращаешь внимание, глядя на отжили МК, это на изящный способ обработки поверхностей. Края задней фары, то ли чтобы быть точно по размерам, то ли чтобы не быть слишком острыми и изящно обработаны напильником. Конечно, этот напильник был не в руках пьяного рабочего, а может быть даже в лапах цепкого электронного автомата. Но, тем не менее, багажник тоже открывается либо ключом, либо специальной кнопочкой из салона. Но на что я обратил внимание, открывая багажник? Не на этой, так на следующей Олимпиаде сборная Китая по баскетболу обязательно всех сделает. Еще бы, с таким тренажером. Но, подводя итоги первого чисто внешнего разглядывания двух китайских машин, хочется подвести первые итоги. Конечно, у всех у них есть родовые черты, плохо закрывающиеся панели. Но, тем не менее, не верьте тем, кто говорит, что все китайские автомобили одинаковые. Они не одинаковые. Художники или дизайнеры, создававшие вот эти шедевры, они все-таки вдохновлялись от разных вещей. BYD F3 Снаряженная масса автомобиля 1200 килограммов. Максимальная скорость, по данным производителя, 170 километров в час. Время разгона с места до 100 километров 12,3 секунды. Рецензионный двигатель Mitsubishi бензиновый с распределенным впрыском топлива. Рабочий объем 1584 кубических сантиметра. Мощность 100 лошадиных сил, правда, она достигается при 6000 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент 134 ньютон на метр при 4500 оборотах. Тип привода передняя трансмиссия, пятиступенчатая, механическая. Покатавшись на нескольких машинах с объемом двигателей 1,6-1,5 литра, я вдруг пришел к выводу, что при неком уровне навыков и умении ездить на машине, при некой необходимости ехать достаточно быстро, можно быть впереди всего потока, несмотря на достаточно скромные лошадиные силы и достаточно скромный объем. На что обратит внимание любой человек, оказавшийся за рулем BYDF3, при условии, что он уже управлял когда-нибудь в жизни машиной на механической коробке передач, это на работу сцепления. Здесь у этой педали есть два положения – вкл и выкл. Причем в положении выкл, когда педаль находится в полу, есть ощущение, что эта педаль там намертво залипла. Во всяком случае, отодвигая ногу, мы ожидаем какой-то реакции того, что педаль начинает подниматься. Не тут-то было, это напрочь лежает возможность управлять этим автомобилем, что называется, в свое удовольствие, контролировать все процессы управления, что руками, что ногами. Из всех тестовых автомобилей именно этот BYDF3 обладает самым мощным двигателем. Объемом 1.6, при этом мощность его за 100 лошадиных сил. Конечно, этим сегодня никого не удивишь. Но, тем не менее, эта машина объективно самая быстрая, ускоряется лучше всех. Если бы не вот эти проблемы с сцеплением, ей бы можно было еще и управлять. Не только теми способами, которые учат в автомобильной школе, но еще используя работу двигателя, коробки передач, ну и, естественно, сцепления. На ходу этот автомобиль немножко отвлекает своего хозяина разными звуками. Это и звук трансмиссии, и звук где-то дребезжащей обшивки. Что-то из недр передней панели пытаются сказать о какой-то еще технической премудрости. Но, тем не менее, если не ставить перед этой машиной непосильные задачи, не пытаться управлять ей как спортивным болидом, то, по большому счету, можно сказать одну простую и достаточно честную фразу. Если на ней просто передвигаться, то она просто позволит вам это сделать. «Джили МК». Снаряженная масса автомобиля 1138 килограммов. Тип двигателя четырехцилиндровый бензиновый. Рабочий объем 1498 кубических сантиметров. Максимальная мощность 94 лошадиные силы при 6000 оборотах. Максимальный крутящий момент 128 ньютон на метр при 3400 оборотах. Максимальная скорость, по данным производителя, 165 километров в час. Тип привода передний, трансмиссия пятиступенчатая, механическая. На «Джили», конечно, ситуация со сцеплением чуть лучше, чем на предыдущем китайском автомобиле. Здесь нет такого ярко выраженного провала в крайней точке, да, и информация через педаль на ноговодителя поступает чуть в большем объеме. Тем не менее, про управление этим автомобилем можно сказать несколько приятных слов. Управлять этой машиной легко и приятно. И, во всяком случае, немаловажная деталь предсказуемая. На этой машине можно проходить повороты даже с чуть более высокой скоростью, чем это положено по технике безопасного прохождения поворота. Потому что эту машину можно довернуть в поворот или чуть распустить, если вы ошиблись в траектории или не совсем правильно оценили скорость движения. Эта машина позволяет ехать, что называется, в драйверском стиле. Но, конечно, без ограничений. Ограничений здесь, в принципе, наверное, и не будет, потому что объем двигателя всего 1,5. Это не самый мощный участник нашего теста. Зато здесь нет такого количества звуков, раздражающих или отвлекающих водителей. Конечно, коробка вместе с мотором честно гудят из-под капота, давая возможность понять, что вы едете, ну, если не на пределе, то, скажем так, за половиной ресурса этого автомобиля. Тем не менее, разгоняется она достаточно адекватно. Она, я имею в виду, вот эта вот машина. По отделке, по тому, как здесь себя все ведет на дороге, тут все-таки чуть лучшая ситуация, чем это было в BID F3. Магнитола и все остальное здесь, правда, не совсем относится к автомобилю этой марки. Точно такие же могут стать в любой другой машине. Это уже автомарки. Но, тем не менее, сидя в этой машине, несмотря на достаточно элегантную панель приборов, позаимствованную у кого-то из мировых производителей, стоящую по центру, и немножко развернутую к водителю. Несмотря на все это, в этой машине можно спокойно путешествовать и не подозревать о том, что вас впереди ждут какие-то проблемы. К большому счету их и не должно быть. Для тех, кто пересядет в любой из этих автомобилей из отечественных машин, это будет подарок. К плохой сборке и возможным поломкам наши люди давно привыкли. В этом смысле для них здесь не будет ничего нового. Зато приятно удивит роскошь, недоступная в российском авто. BYD F3 помощнее подкупает и лицензионный мотор. Зато чисто внешне джили смотрятся оригинальнее. Вывод напрашивается один. Такие автомобили берут не глядя, точно так же, как в тележке в супермаркете. Во-первых, это доступно, а во-вторых, ненадолго. Покупают такую машину, обычно надеются, что успеют с ней расстаться до тех пор, пока она не начнет сыпаться. Субтитры сделал DimaTorzok